Докопаться до правды никогда не поздно, утверждала королева детектива Агата Кристи. Меня зовут Олег Шишкин. Давайте копать вместе! В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе «Восстание приматов». Учёные доказали, шимпанзе передают интеллект по наследству. Может ли Земля превратиться в планету обезьян? Шимпанзе, крово-самец может спокойно, четырёх мужиков спокойно, даже пяти человек может положить. Война игрушек. Военные конструкторы из США скопировали шлем из знаменитой компьютерной игры. Какие фантазии голливудских режиссёров и авторов шутеров нашли применение в армиях мира? Компьютер автоматически рассчитывает траекторию полёта пули и указывает, куда надо целиться для точного попадания. Сфера семьи Бетц. В 1974-м американский фермер обнаружил загадочный артефакт неизвестного происхождения. Что это такое? И куда могла пропасть целая семья? На Земле такие сплавы, как бы в таких сочетаниях у нас не встречаются. То есть сфера фактически не поддаётся коррозии. Танкист Кузнецов. Герой войны или преступник? Почему его ареста требовал сам Сталин? Зарплата была в среднем где-то, ну, 150-200 рублей, чтобы так вот понятно было. А здесь 4000 рублей ему одноразовую помощь. И какой-то красивый очень мужской костюм. Холестерин полезен. Зачем нас пугают высоким уровнем холестерина и лечат от несуществующей болезни? Чем опасно такое лечение? Появляются так называемые холестериновые бляшки, которые препятствуют прохождению крови. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские десантники тестируют шлем, созданный поликалом амуниции из знаменитой компьютерной игры. По мнению экспертов, сегодня инженеры всё чаще копируют идеи военной экипировки из популярных фильмов и видеошутеров. Но почему дизайнеры игр и кино оказываются изобретательнее военных специалистов? Какие фантазии сценаристов уже приняты на вооружение армиями? И чем опасна такая тенденция? Это не реквизит для съёмок очередного фантастического фильма. Перед вами самый настоящий боевой шлем десантников и морских котиков армии США. Он станет одним из элементов новой экипировки, дополняющий специальный бронекостюм, больше похожий на одежду героя знаменитой компьютерной игры. Эта система снабжена массой датчиков, которые анализируют общее состояние организма бойца. Здесь есть очки ночного видения. Баллистический компьютер автоматически рассчитывает траекторию полёта пули и указывает, куда надо целиться для точного попадания. Шлем снабжён также инфракрасной камерой, помехоустойчивой связью, навигацией GPS, дальномером и фонарём. На панели перед глазами бойца могут выводиться самые разные параметры от общей обстановки до сетки ближайших целей. Американские солдаты из подразделений «Попроще» тестируют вот такой новый шлем. Специальная маска крепится на боковых защёлках и закрывает челюсть и глаза солдата. Вдобавок ко всему шлем защищает слух человека и даже останавливает кровь при ранении головы. Армия США уже заказала пробную партию из 7 тысяч таких касок. Сейчас срок разработки одной идеи, обучение одного человека сокращается в разы. Достаточно 5-10 лет, всё это выбрасывается, нужно новое. Такая тенденция опасна гонкой вооружения. Только если реальная гонка вооружения может быть сдержана генералами, политиками, то, о чём мы сейчас говорим, копирование киношников, копирование геймдизайнеров, создание новых оружий, это гонка мини-управляемая. В затылок американцам дышат японские инженеры. Они изобрели свой шлем солдата будущего и назвали его в честь безжалостного охотника за головами Бобы Фетта из фильма «Звёздные войны». Японцы уверяют, что их шлем выдерживает попадание пули 44-го калибра «Магнум». Это 10-миллиметровый патрон усиленной мощности. Шлем также оборудован вентилятором, что немаловажно при физических нагрузках. А это уже отечественная разновидность под названием «Ратник». В комплект входят вот такие специальные защитные очки. Они выдерживают удар осколков размером до 6 миллиметров, летящих на скорости 350 метров в секунду. Уникальный бронежилет выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль от винтовки СВД с расстояния 10 метров. Новая экипировка российского солдата тоже похожа на форму штурмовика из фильма «Звёздные войны». И это неспроста. Боевой комплекс создали учёные из НИИ точного машиностроения. Они снабдили своё детище новейшими изобретениями. Сама боевая экипировка — это титановый экзоскелет, что в несколько раз увеличивает физическую силу и выносливость солдата. Камуфляжная форма умеет подстраиваться под погодные условия, защищает от ветра, огня и влаги. Российский бронешлем не уступает американским разработкам. Он вооружён фонарём, прибором ночного видения, инфракрасной камерой и GPS. На дисплей выводится карта с боевой обстановкой, а также информация о здоровье солдата. В специальных ботинках находятся датчики, предупреждающие о минах, а в некоторых комплектациях экипировка оборудуется специальной системой подавления радиоуправляемых фугасов. Интеллект шимпанзе передаётся по наследству. Такое сенсационное заявление сделала группа исследователей из Университета Джорджии. Учёные протестировали способности 99 обезьян разного пола и возраста. И результаты оказались шокирующими. Детёныши приматов в 30% случаев наследуют умственные способности родителей. Примерно такие же показатели и у человека. Получается, что с каждым новым поколением обезьяны становятся умнее. Но смогут ли они достигнуть нашего уровня развития? Неужели сценарии фантастического кино о восстании обезьян действительно могут стать реальностью? Учёные считают шимпанзе самыми близкими родственниками человека. Их генетическая база совпадает с нашей на 98,7%. Недавно исследователи выявили у обезьян так называемый ген познания. По словам экспертов, приматы, обладавшие геномом или его вариациями, лучше социализировались и реагировали на изменения ситуации. Геном познания являются участки ДНК, которые отвечают за степень восприятия окружающего мира и трансформации в какие-то действия. То есть у высших приматов у них есть ритуал погребения. То есть они могут не просто бросить погибший вид, они причёсывают его. То есть это уровень, степень развития. То есть это уже на генетическом уровне. То есть это никто не учил. Звучит невероятно, но превратить обезьяну в человека американские учёные пытались ещё в 70-е годы прошлого века. Грандиозный эксперимент в проект НИМ, его назвали в честь шимпанзе НИМа, закончился довольно успешно. Спустя несколько лет жизни рядом с людьми примат научился не только выполнять определённые команды, но и по-настоящему общаться с человеком. Зоологи уверяют, такими же способностями обладают и гориллы. Например, знаменитая 44-летняя Коко, питомица учёных из Стэнфордского университета, в совершенстве освоила язык жестов и каждый день общается с сотрудниками зоопарка Сан-Франциско. Коко оказалась достаточно обучаемой особью. В конечном итоге по разным источникам она освоила до тысячи или до трёх с половиной тысяч разных жестов. Более того, она могла и шутить, и выражать какие-то эмоции, и выражать недовольство именно жестами, то есть объясняясь, не просто своим видом или издавая какие-то звуки, а именно объясняясь. Однако не все приматы столь дружелюбны. Совсем недавно в нидерландском зоопарке шимпанзе по кличке Арнем с помощью палки сбил беспилотник, летавший над его вольером. По словам исследователей, приматы даже могут манипулировать людьми. Например, обезьяна Наташа из Угандийского заповедника, ей недавно исполнилось 22 года, жестами заманивает посетителей к своему вольеру, а затем поливает их водой. А вот в Ижевском зоопарке уборкой клеток теперь занимаются их непосредственные обитатели. Удмуртские приматы научились сами мыть полы и выносить мусор. И, как уверяют сотрудники зверинца, животные делают это с большим удовольствием. И у меня то же самое, в моем шоу, в мои обезьяны очень часто помогали в уборке. Вот ты мне скажешь, убери, подай, вытри, ты запачкала, вот тебе трепка, и вот тебе трепка, как полагается, как человек, как нормальная хозяйка. Это вполне возможно. Так неужели фантазии голливудских режиссеров могут оказаться реальностью, и нам в будущем угрожает настоящее восстание приматов? По словам ученых, взрослая самка-шимпанзе почти в 4 раза сильнее хорошо развитого мужчины. И если самец примата весом в 54 килограмма выжимает на динамометре 330 килограммов, то его партнерша в порыве гнева способна показать результат вдвое больше. Средние показатели силы кисти людей намного ниже. У мужчин 40-50 килограммов, у женщин не более 35, а у спортсменов-тяжелоатлетов всего лишь 60-75 килограммов. Они очень опасны, если честно. Вы знаете, это настолько, так сказать, сложно. Я знаю, что шимпанзе, кроме самец, может спокойно, 4 мужиков спокойно припятить. Да даже 5-й их может положить. Это очень сильное животное. Понимаете? Очень сильное животное. На первый взгляд все результаты исследований говорят о том, что человечеству действительно стоит ждать бунта приматов. Однако, по словам ученых, несмотря на обучаемость и невероятную силу, обезьян вряд ли можно считать угрозой. Исследователи отмечают, чтобы шимпанзе достигли уровня развития равного человеческому, им понадобится не менее 100 лет, при условии, что вся популяция будет жить исключительно в тесном контакте с людьми, чтобы иметь возможность непрерывно обучаться. Далее в программе. Гены-убийцы. Эксперты ООН подозревают США в создании генетического оружия. Против кого оно направлено? И чем оно угрожает России? Таким образом создается возможность уничтожения планетарно целого пласта народности и рас. Сфера семьи Бетц. В 1974-м американский фермер обнаружил загадочный артефакт неизвестного происхождения. Что это такое? И куда могла пропасть целая семья? На земле такие сплавы, как бы в таких сочетаниях у нас не встречаются. То есть сфера фактически не поддается коррозии. Настоящая история римских гладиаторов. Кем они были? Рабами или свободными воинами? И что на самом деле происходило на арене Колизея? Многие из них были легионеры или офицеры римских регионов, которым нечего было делать. на гражданке. Долина Безголовых. В канадских лесах находят тела обезглавленных людей. Кто и почему убивает исследователей? Человек, который по рации передавал, он говорил, что формируется какой-то непонятный туман. И как только он произнес вот эти слова, связь прекратилась. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Эксперты ООН опасаются, что американцы разрабатывают генетическую бомбу. Недавно военные США инвестировали 100 миллионов долларов в генную технологию, которая способна уничтожить комаров, разносчиков малярии. Однако аналитики считают, что эта новинка может убивать не только насекомых, но и млекопитающих. Неужели американцы действительно создают генетическое оружие? И если это так, то против кого оно будет направлено? Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что Пентагон закупает образцы РНК россиян европеоидной расы. Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок США. Например, американские ВВС готовы купить 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки. Она вырабатывает необходимую для работы суставов жидкость. Отдельной строчкой было указано, что не рассматриваются даже украинцы. При том, что единственное представительство этой компании, так случайно, получается, находящейся за территорией США, расположено почему-то в Москве. Это очень странно. Зачем ВВС США понадобились наши гены, в заявке не сказано. Российские эксперты заподозрили американцев в создании биологического оружия направленного действия. По одной из версий, вирус будет встраиваться в ДНК и нарушать выработку той самой синовиальной жидкости, таким образом парализуя функционирование суставов. Последствием подобной эпидемии может стать массовое превращение здоровых людей в инвалидов. Таким образом, систематизируя биологический материал, Соединенные Штаты накапливают опыт, в последующем используя боевые вирусы, которые могут применяться при нападении, либо при совершении определенных атак. При этом вирус будет действовать только в отношении определенной нации. Впервые о разработках генетического оружия заговорили в середине 80-х годов прошлого века. В прессе появилась информация, что в ЮАР официально ведутся испытания вещества, действие которого направлено исключительно против чернокожих людей. Якобы попадая в организм, оно поражает определенные гены, что влечет за собой тяжелые заболевания и смерть. Все это наталкивает на очень неприятную мысль о том, что в тайных лабораториях различных стран мира проводятся специальные генные эксперименты по созданию вирусов или любого другого бактериологического оружия, которое заточено под специфику конкретных организмов. В 1998 году бывший министр обороны США Уильям Коэн сделал скандальное заявление. Якобы в Израиле создают так называемую «этническую бомбу», направленную сугубо против арабского населения. По словам Коэна, он лично видел материалы о конструировании смертельных микроорганизмов, атакующих только носителей отличительных генов. Однако скептики считают, что все это домыслы, о создании такого оружия невозможно в принципе, так как этнически чистых рас на планете уже не осталось. Но ты должен понимать совершенно четко, если ты его применил. А ты своих-то не потравишь? Они же европеоиды. Так или иначе, темой генетического оружия Америка интересуется давно. Семь лет назад научная группа ВВС США сделала доклад о генетически разработанных патогенах, способных уничтожить определенную этническую группу. Более того, американцы назвали шесть классов болезнетворных генов, которые могут представлять серьезную угрозу для человечества. Можно создать то оружие, которое на территории России будет поражать именно людей русского профиля, русского генотипа, что позволит в итоге захватчикам появиться на этой территории достаточно безопасно. И для них это бактериологическое оружие будет по меньшей мере слабо воздействовать, либо вообще не будет воздействовать. Сейчас командование ВВС США заявляет, беспокоиться не о чем, и биоматериалы россиян будут использоваться сугубо для исследовательских целей, для изучения костно-мышечной системы человека. Якобы русский этнос был выбран для экспериментов случайным образом. Но так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно. Исследователи выдвинули новую версию происхождения так называемой сферы семьи Бетсов. В 1974 году глава семейства нашел в лесу уникальный артефакт. Мужчина принес металлический шар домой, а через несколько дней младший сын Бетсов заметил, что сфера реагирует на звуки, вибрирует и передвигается по дому. Странный предмет изучали ученые и военные, но никаких официальных выводов о происхождении шара не последовало. Но что же это такое? И куда исчезла семья Бетсов? Металлическая сфера семьи Бетс это оружие апокалипсиса. Такое предположение сделала группа исследователей. Считается, что шар, найденный в 1974 году, мог принадлежать древней цивилизации. Предположительно, это сверхмощная бомба, способная уничтожить целый континент. Необычный металлический шар Бетси нашли в лесу, когда приехали осматривать свои земли после пожара. Они нашли некую металлическую сферу, где-то чуть больше 20 сантиметров диаметром, весом чуть меньше 10 килограмм. Она была совершенно идеальной по форме. На сфере не было никаких следов огня. Бетси забрали ее домой. Спустя две недели, когда младший сын Терри играл на гитаре, шар неожиданно начал вибрировать. Напуганные Бетси позвонили журналистам. Статья о необычном артефакте появилась в местной газете. Затем Терри обратился в ВМС США. В лабораториях были проведены анализы, сделанные. Было установлено, что она изготовлена из углеродистого железа сплаве с никелем. Но сочетание этих материалов как бы не имеет аналогов на земле. То есть такие сплавы как бы в таких сочетаниях у нас не встречаются. То есть сфера фактически не поддается коррозии. И очень сильно напоминает нашу нержавейку. В результате военные эксперты заключили, сфера не опасна и не радиоактивна. Они попросили разрешения вскрыть шар, чтобы изучить его внутреннее строение. Но миссис Бетс категорически отказалась от вскрытия. Артефакт вернули семье. Через два месяца Бетсы решили принять участие в конкурсе популярного журнала. 10 тысяч долларов тому, кто предоставит научное доказательство существования НЛО. Так сфера снова попала к ученым. Цветовой анализ был сделан, по которому они сделали вывод, что это уран. Они посчитали, что это 140-й элемент. Ну и соответственно у него была такая плотность. Ну назвали его ураном. Хотя это конечно не уран. Уран он в общем-то радиоактивный у нас элемент. Из него делают ядерное топливо, ядерные бомбы. Но здесь стабильный уран, потому что там радиоактивный не было. И это позволяло сделать вывод, что это уран, которого у нас нет на Земле. После такого заявления ученых уфологи объявили шар инопланетным объектом. Однако конкурс Бетци не выиграли. Комиссия посчитала, что эта сфера еще не доказывает существование НЛО. Удивительно, но Бетци легко согласились с таким решением. В интервью журналистам Терри сам подчеркнул, загадочную сферу сделали на Земле. Но неужели такое возможно? Некоторые исследователи считают, что десятки тысяч лет назад на Земле была цивилизация, намного опережающая нас в развитии. Якобы она погибла в природном катаклизме, который спровоцировало неизвестное сверхмощное оружие. Специалисты предполагают, сфера Бетцов может быть одним из таких снарядов. Что это за оружие можно судить по некоторым свидетельствам из Махабхараты. Существует определенный тип оружия, который даже трудно как-то идентифицировать с позицией современной науки. Это когда похоже на радиоактивное оружие, когда идет радиоактивное загрязнение, может быть это какие-то другие формы радиоактивности, изотопы другие, не знаю. Удивительно, но всего через несколько месяцев после исследования сферы семья Бетц бесследно исчезла. Их пропажу обнаружила группа ученых, приехавшая на ферму забрать сферу для очередных исследований. По словам экспертов, дом был абсолютно пустым. Никаких следов сборов в дорогу не было. Все вещи хозяев остались нетронутыми. Никто из соседей не видел, чтобы Бетцы куда-то уезжали. Семью объявили в розыск. Делом занималась ФБР. В СМИ появилось несколько версий исчезновения Бетцев. Конспирологи считали, что их убили или выкрали сотрудники спецслужб. Уфологи утверждали, что за семьей пришли хозяева шара, инопланетяне или жители параллельных миров. Скептики уверены, Бетцы сами сбежали, поскольку знали, что дальнейшие исследования покажут. Сфера фальшивка. Однако, что на самом деле случилось с фермерами неизвестно. Несмотря на все усилия, ни их самих ни загадочный артефакт до сих пор не нашли. Далее в программе. Настоящая история римских гладиаторов. Кем они были? Рабами или свободными воинами? И что на самом деле происходило на арене Колизея? Многие из них были легионеры или офицеры римских регионов, которым нечего было бы делать на гражданке. Танкист Кузнецов. Герой войны или преступник? Почему его ареста требовал сам Сталин? Зарплата была средняя где-то ну 150-200 рублей, чтобы так понятно было. А здесь 4000 рублей ему одноразовая помощь и какой-то красивый очень мужской костюм. Холестерин полезен. Зачем нас пугают высоким уровнем холестерина и лечат от несуществующей болезни? Чем опасно такое лечение? Появляются так называемые холестериновые бляшки, которые препятствуют прохождению крови. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Американец утверждает, что снял на видео, как НЛО берет пробы атмосферы. На записи предполагаемый корабль пришельцев погружается в облака, спустя 3 минуты исчезает. Ролик с необычным объектом взорвал уфологическое сообщество. Исследователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что таким образом пришельцы хотели уничтожить следы своего пребывания на Земле. Другие считают, так инопланетяне берут пробы облаков для анализа их состава. Скептики же называют запечатленное явление газовым образованием. В Пакистане нашли мальчика-саву. Ребенок научился поворачивать голову на 180 градусов ради любимого отца. 14-летний Мухаммед Самир потратил несколько лет на развитие необычного навыка. По словам подростка, он долго тренировался, чтобы заработать крупную сумму, необходимую для оплаты лечения его отца. Ради этого Самир даже бросил школу и теперь демонстрирует свой талант на улицах Пакистана. Местные жители называют его человеком-совой. В Бразилии нашли удава, любящего стирку. Двухметровую змею обнаружили в стиральной машине. На ее освобождение ушло несколько часов. Опасная присмыкающаяся первой увидела хозяйку дома. Женщина заподозрила, что с машиной что-то не так, когда услышала странные звуки, доносившиеся изнутри механизма. Обнаружив двухметрового удава, 46-летняя Ширли Оливейра вызвала специалистов. При эвакуации змея пыталась оказать сопротивление. К счастью, для всех сторон конфликта история закончилась благополучно. Рептилия выпущена на свободу, стиральная машина осталась цела и невредима. Дважды герой Советского Союза Кузнецов утверждал, что получил ордена, когда брал Берлин в составе танковой армии и потерял обе ноги. Эту легенду в свое время услышали все министры СССР. Танкисту Кузнецову чиновники вручили больше 50 тысяч рублей и квартиру в Киеве. Но кем был этот человек на самом деле и почему его ареста лично требовал сам Сталин? Вашенью 1946 года в кабинете министра речного флота СССР Зосимы Шашкова появился незваный гость. Он представился танкистом Кузнецовым. Безногий ветеран, дважды герой Советского Союза, рассказал, как получил тяжелые ранения в боях за Берлин и попросил чиновника помочь инвалиду. Министр сжалился, дал команду выделить ему 4000 рублей, что по тем временам была большая сумма, огромная сумма. Зарплата была в среднем где-то 150-200 рублей, чтобы так понятно было. А здесь 4000 рублей ему одноразовую помощь и какой-то красивый очень мужской костюм. Через несколько месяцев героя Кузнецова по личному распоряжению Сталина искал весь мур. Оказалось, подобные визиты ветеран нанес еще 26 министром и высокопоставленным партийным функционером. Но самое невероятное в реальности ветерана Кузнецова не существовало. Под этим именем скрывался известный рецидивист Вениамин Вайсман по кличке Веня Житомирский. В некоторых литературных источниках его называют нашим знаменитым лейтенантом Шмидтами. Что из себя представляет Вайсман? Ну, во-первых, то, что он прежде всего из еврейской семьи, то есть очень такого интересного ума. Но как ему это удавалось? По словам экспертов, главным оружием Вайсмана было его невероятное обаяние. Оперативники отмечали, в манерах и поведении Вени Житомирского ничто не выдавало закоренелого уголовника. Хотя на самом деле в местах лишения свободы он провел 24 года. 9 лет уже воруют и главное продал их на рынке. Но эта афера скрылась, папа почему-то не стал терпеть это все и не спустил по тормозах. А ребенок поехал в школу-интернат для трудно воспитаемых подростков. А затем пошло-поехало. Вайсмана арестовывали девять раз но он никогда не отбывал срок до конца. Сбегал заново совершал кражи и опять попадал в тюрьму. В свой последний побег зимой 44-го он отморозил ноги. Их ампутировали чтобы остановить гангрену. По словам экспертов тогда Леня Житомирский и придумал себе новый образ героя-танкиста Кузнецова. С помощью таких же коллег по преступному миру за 20 тысяч рублей ему сделали документы дважды Герой Советского Союза шесть орденов трех медалей документы все сделали плюс инвалид но инвалид у него реальный был уже без ног уже реальный был. Чем он воспользовался? Безногий инвалид с орденами на груди легко заходил в кабинеты чиновников. Тогда у всех министров была разнарядка лично вникать в проблемы героев-фронтовиков. Он, ну, к примеру приходил к министру речного флота он говорил я моторист то есть бывший рабочий если листового хозяйства министра листового хозяйства то он говорил что он был значит там тратаристом на лес Паваль и так далее если мясная и молочная промышленность то он работал на какой-то ферме в каком-то кахоте. Вайсман даже сумел получить квартиру в Киеве по документам Веня Житомирский выманил у чиновников 55 тысяч рублей по тем временам баснословная сумма для сравнения оклад министра СССР был 800 рублей а средняя зарплата инженера с трехлетним стажем работы 150 попался Вайсман случайно в беседе с министром промышленности Михаилом Хруничевым он представился не танкистом а летчиком да еще и другом сына самого Сталина Василия но Хруничев вдруг после этого случайно на какой-то встрече встречает Василия Сталина и передает ему привет от его однополчанина Кузнецова на что Василий Сталин сделал круглый ГУЗ сказал я не знаю такого однополчанина и никакой Кузнецов мне никакую жизнь никогда не спасал вот после этого заинтересовались уже этим Вайсманом заинтересовались правоохранительной структурой Веню Житомирского следователи искали долго в своей киевской квартире он не жил гастролировал по стране искал новые жертвы но Вайсман совершил роковую ошибку он решил навестить московских чиновников еще раз и на одной из такой же встреч у министра тяжелой промышленной сколько я помню ему подписали материальную помощь он подходя к кассе получил деньги был задержан сотрудниками московского уголовного розыска он все это признал он покаялся состоялся над ним суд удивительно но Вайсману дали всего лишь 9 лет лагерей шансов на побег в этот раз у Вени Житомирского не было после освобождения он попросил сотрудников Мура устроить его в дом инвалидов с тех пор аферист не совершил ни одного преступления он умер в одиночестве в 1969 году гладиаторы не были рабами к такому выводу пришел ряд историков они считают что на аренах древнего Рима боролись не подневольные а свободные люди и делали они это по собственному желанию но почему бойцы рисковали своей жизнью и шли на убийство ради развлечения толпы и что на самом деле происходило на арене знаменитого Колизея историки утверждают гладиаторы шли на арену добровольно по словам исследователей рабы и военно-пленные участвовавшие в кровавых играх были всего лишь статистами в шоу настоящими звездами жестоких игр становились профессиональные бойцы которые делали это сознательно хорошо свою работу может делать только свободный человек вот поэтому лучшие гладиаторы были свободными людьми это логика и преступники и рабы вели вяло потому что они знали что он что его противник погибнет и он ничего не получит кроме куска хлеба за этот бой и пинты вина по мнению специалистов в древнем Риме для мужчины быть гладиатором то же самое что для женщины гетерой успешные бойцы как и куртизанки купались в золоте любви и восхищении по словам исследователей выйти на арену не гнушались даже самые богатые и знатные граждане например брат знаменитого полководца Марка Антония Луций был профессиональным гладиатором Римский Сенат который был консервативным учреждением косо на это смотрел потому что считалось что позорное занятие низкое занятие представители знатных родов проливают свою кровь и кровь все подобных в летописях сохранилось описание многочисленных боев с участием людей и диких животных которые устраивал римский император Камот сложно поверить но правитель и сам мог выйти на арену в качестве воина по легенде он мог убить льва одним броском дротика император Камот более 700 раз выходил на арену римского колизея он себя ассоциировал с Гераклом по римски это Геркулес и соответственным образом он выходил сам на арену где боролся с Альвами за участие в жестоких играх хорошо платили поэтому на арену часто шли обедневшие патриции историки утверждают во время правления императора Септимия Севера в гладиаторы записался даже целый отряд лучших воинов империи претерианцев многие из них были обедневшие патрицы многие из них были легионеры или офицеры римских легионов которым нечего было прямо скажем нечего было делать награждан поэтому они на арене продолжали в общем-то свое ремесло военное ремесло как утверждают исследователи легионеры шли на арену не за славой а за деньгами если верить сохранившимся документам всего одна большая игра могла превратить нищего в богача например начинающий гладиатор получал 200 сестерцев всего за один бой это полугодовое жалование легионера ты выиграл бой и ты получаешь большой куш и естественно гладиатор он мог быстро заработать за удачный бой гладиаторский можно было получить 15 тысяч сестерцев а 15 тысяч сестерцев это стоило среднее римское имение тупо но неужели люди были готовы отдать свою жизнь только ради наживы по словам историков кровожадность римлян это еще один миф на самом деле все участники проходили специальную подготовку на арене в их задачу входило не убить максимальное количество людей а произвести яркое впечатление иными словами бойцы должны были показать публике зрелищное шоу это был весьма ценный инструмент для получения доходов как извиняюсь современные спортсмены звезды спорта бокса и так далее раненый гладиатор лежит победитель поднимает глаза к публике и публика вся показывает пальцами вниз значит добей его такие случаи были но это было довольно редко по мнению экспертов смертью гладиатора заканчивался всего лишь один из десяти поединков эту гипотезу подтверждают и археологические находки даты на надгробиях бойцов доказывают большинство из них прожили более сорока лет в древнем Риме в этом возрасте человека уже считали стариком далее в программе холестерин полезен зачем нас пугают высоким уровнем холестерина и лечат от несуществующей болезни чем опасно такое лечение появляются так называемые холестериновые бляшки которые препятствуют прохождению крови долина безголовых в канадских лесах находят тела обезглавленных людей кто и почему убивает исследователей человек который по рации передавал он говорил что формируется какой-то непонятный туман и как только он произнес вот эти слова связь прекратилась в эфире загадки человечества смотрите прямо сейчас американская компания подняла цену на витамины для понижения уровня холестерина на 809 процентов теперь упаковка таких лекарств стоит больше 300 долларов в США они пользуются особой популярностью их принимает каждый второй житель страны мы привыкли считать что холестерин главный враг нашего здоровья его винят в развитии сердечно-сосудистых заболеваний однако недавно ученые доказали на самом деле холестерин полезен но тогда почему фармацевты продолжают лечить нас от так называемых холестериновых бляшек и чем угрожает здоровью такое лечение международный эксперимент с участием 350 тысяч человек доказал сердечно-сосудистые заболевания не связаны с уровнем холестерина в крови участники эксперимента перестали употреблять продукты с высоким содержанием холестерина но это не повлияло на статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний более того ученые выяснили наш организм сам вырабатывает холестерин оказывается с едой человек получает лишь треть вещества а две трети синтезирует клетки нашего тела мы же не считаем что седина это причина старости аналогичный холестерин не является причиной инфарктов животный жир не враг сердечного здоровья а чрезвычайно полезная для организма пища еще в середине девятнадцатого века известный венский хирург Теодор Белюрод сделал удивительное открытие удаление щитовидной железы у козы овец приводит к фатальному увеличению холестерина в их крови то есть у травоядных которые никогда не пробовали яиц, сыра и мяса содержащих холестерин начинался атеросклероз в девятнадцатом веке атеросклероз лечили при помощи гормонов щитовидной железы но в середине двадцатого века ситуация в корне изменилась но в 1913 году российский ученый Аничков провел новое исследование по его результатам холестерин признали чуть ли не ядом смертельно опасным для человеческого организма через весь человеческий организм проходят сосуды если сосуды чистые тогда и артериальное давление наше соответствует норме если появляются так называемые холестериновые бляшки которые препятствуют прохождению крови и создают уже повышенное артериальное давление и предрасположенность таким заболеваниям как инсульт и инфаркт однако недавно ученые доказали повышенный уровень холестерина это признак воспаления в организме а не его причина на самом деле на артерии и сосуды влияют глюкоза и инсулин если исключить из меню крахмал и сахар воспаление уменьшится и уровень холестерина упадет сам по себе я в Аргентине был они едят очень много мяса это вот одна из таких стран которая ну наверное даже занимает первое место по количеству съеденного мяса на душу населения но при этом это страна долгожитель мясо не является вредным другое дело что все должно быть в разумных количествах по словам современных экспертов на самом деле холестерин не просто полезен он необходим человеческому организму он участвует в синтезе гормонов в том числе и половых прогестерона тестостерона и эстрогена из него в печени образуются желчные кислоты без которых невозможен процесс пищеварения а еще холестерин входит в состав клеточных мембран придавая им упругость сегодня государства выделяют огромные суммы из бюджетов на борьбу с холестерином антихолестериновые средства статины удерживают лидерство по продажам в большинстве аптек мира однако последние исследования доказали эти препараты приводят к распаду клеток печени жертвой неправильного лечения от холестерина стал президент США Эйзенхауэр сразу же после первого инфаркта миокарда врачи посадили его на низкохолестериновую диету но чем жестче ограничивали животные жиры тем выше поднимался уровень холестерина что в итоге привело к смерти от сердечного приступа многие приверженцы здорового образа жизни считают холестерин крайне опасным для здоровья однако полученный из натуральной еды он напротив приносит пользу согласно последним исследованиям люди с низким уровнем холестерина болеют и умирают чаще тех у кого этот показатель находится чуть выше нормы это живописное место на северо-западе Канады называется долина безголовых такое мрачное имя этой земле дали в начале 20 века после того как здесь стали находить обезглавленные тела людей в архивах местной полиции есть целая картотека погибших и бесследно исчезнувших на этой территории за последние сто лет но кто и зачем совершал эти убийства и что рассказывают те кому удалось вернуться оттуда живым в конце 19 века так называемая долина безголовых на северо-западе Канады стала настоящей мягкой для золотоискателей считалось что здесь можно найти самородки размером с виноградину но почти все охотники за сокровищами ушедшие в долину погибли с 1905 по 49 здесь обнаружили обезглавленные тела 9 человек и это только те чьи останки удалось найти о большинстве людей пропавших в долине до сих пор ничего не известно они либо не возвращались и потом их скелеты находили обезглавленными либо возвращались но были сумасшедшими возвращенцев было крайне мало говорили они примерно одно и то же что из горы или от горы отделялось некое пустое пространство то есть непосредственно сама пустота которая воздействовала на них коренные жители этих земель индейцы наханни из древле считали что на данной территории обитает злой дух убивающий людей когда в 1898 году пропали первые искатели индейцы даже попросили местные власти запретить золото добычу но их не послушали местная полиция считала что в лесах появилась банда грабителей которая выслеживала золотоискателей подкрадывалась к ним и отрубала им голову но данная версия не подтвердилась так как все вещи и ценности у погибших остались при них близкие пропавших без вести винили во всем индейцев они считали эти смерти ритуальными убийствами совершенными одним из диких племен якобы таким образом коренное население пыталось прогнать бледнолицых со своей территории в 1965 году найти ответ на загадку канадской долины безголовых решили шведские журналисты но через несколько дней после начала экспедиции искатели сами попали в списки исчезнувших в 1965 году на исследование этой территории долины безголовых отправилась экспедиция журналистов своеобразный поиск сокровищ не напрямую через золото а вот накривую через информацию поэтому добровольцы сначала конечно пропали тоже но потом четверо из них были найдены в 1978 году Хэнк Мортимер американский исследователь аномальных явлений собрал еще одну экспедицию в долину безголовых чтобы беспрерывно поддерживать связь с базой лагерем установленным на границе с долиной искатели взяли с собой рации человек который по рации передавал он говорил что формируется какой-то непонятный туман плотный и с непонятными свойствами и как только он произнес вот эти слова связь прекратилась спасатели прибыли на место через полчаса никаких следов пропавших даже вещей и палаток они не нашли после этих событий канадская долина безголовых стала одним из самых популярных мест среди исследователей аномальных явлений в погоне за сенсацией в 1980 году руководство немецкого журнала Шпигель даже заключило контракт с бывшими американскими военными они должны были прожить в долине месяц и рассказать читателям обо всех тайнах этих земель основным критерием было то что каждый из них имел опыт выживания в экстремальных ситуациях и сделав ставку на то что это были бывшие военные думали что это беспроигрышный вариант однако им вернуться так и не удалось они исчезли как и группа Мортина в самый последний раз на поиски ответа в 1997 году отправилась международная группа ученых в отличие от своих предшественников они поехали в экспедицию на бронированных машинах с собой взяли не только рации но и видеоаппаратуру в начале исследователи посылали отчеты ничего интересного безжизненная земля на третий день они сообщили о появлении странного тумана и больше группа на связь не выходила от той группы которая видела непонятный туман и которая была оборудована бронированными машинами видеокамерами и соответствующим снаряжением не нашли ничего она пропала полностью со всеми своими военными снаряжениями бронированными автомобилями с средствами связи и средствами визуального наблюдения сейчас эти территории входят в состав национального природного парка на Ханне и находятся под охраной ЮНЕСКО считается что таким образом власти Канады защищают свое природное наследие от уничтожения промышленниками однако по мнению большинства экспертов закрытый заповедник это в первую очередь способ защитить не природу а людей рискующих погибнуть в поисках ответа на загадку долины безголовых Андре Мороа говорил самые лучшие оракулы изъяснялись загадками давайте их разгадывать вместе с вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...